В настоящее время мы защищаем интересы подозреваемого Булатова, Этика Бород-Бековича, который подозревается в совершении покушения на получение взятки. Данное лицо с 3 февраля нынешнего года находится под арестом. Что хотел бы сказать. Первое. Мы полагаем, мы считаем, что расследование данного уголовного дела ведется с явным обвинительным угломом. Все жалобы фототайства защиты незаконно отклоняются, как следствием, так и органам права. Чем больше я принимаю участие по этому делу, тем больше прихожу к выводу о том, что данное дело само по себе несет явно заказной характер. Почему я к этому выводу пришел? Во-первых, нынешний руководитель следственной оперативной группы, господин Бодров, он же старший следователь по особо уважаемым делам, Департамент собственной безопасности, полагаю, по мнению защиты, в настоящее время не имеет права вести расследование данного уголовного дела. Почему? Потому что 3 февраля 2022 года, при задержании самого Балатова, данное лицо, а именно господин Бодров, принимал участие в приосмотре места происшествия в качестве специалиста. Согласно статье 87 и 89 гг. в СССР, там четко написано о том, что лицо, которое ранее было специалистом, экспертом, с другими лицами, там есть целая печень, не вправе вести до судебное расследование. По этому факту мы обращались в органы прокуратуры Западной Казахстанской области. Нам, к сожалению, в этой части отказали. Причем отказали довольно-таки формально, не опровергнут наши доводы. Второе. Начиная с 11 июня, господин Булатов очень сильно болен. У него отреальная гипертония. Это, простыми словами, давление. Сильное давление, в силу которого он не может участвовать в наследственных действиях, не может ознакомиться с материалом уголовного дела. Следственный изолятор неоднократно, четко не ежедневно, что и четко не ежедневно вызывается скорая медицинская помощь. Все это фиксируется в амулаторную карту. Он проходил обследование в пределинке номер один. Несмотря на все эти медицинские документы, органы следствия на постоянной основе ежемесячно продлевают сроки ареста путем подачи водотайств в следственный суд. Буквально 3 сентября позавчера было очередное продление срока ареста. Все наши доводы о том, что Булатов реально болен и от местонахождения его в следственном изоляторе могут быть реальные последствия для его жизни, не принимается судом никак. Так, просто наоборот. Закрывается на все глаза и сроки ареста продлеваются. И вот 2 сентября, все-таки услышав наши доводы, прокуратура направила делаемое дополнительное расследование. К тому же Бодрову, указав на серьезные нарушения прав Булатова и его защитников на накопление с материалом уголовного дела. По моему мнению, уважаемые участники конференции, в настоящее время Булатов несоконно содержится по повествам. Вина его, по мнению защиты, на сегодняшний день не доказана. Все вот эти доводы следствия о том, в процессуальных документах, их поступления, они все указывают о том, что Булатов был задержан с поличным. На самом деле это неправда. Да, он был задержан, но денежные средства, которые были предметом взятки, ни при нем, ни в его одежде, ни в его служебной автомашине, в салоне обнаружены небыли. Данный пакет с денежными средствами был обнаружен на крыше автомашины. На крыше? На крыше. А как они не упали? Ну, нам это неизвестно. На крыше автомашины. Потом данный предмет, данный пакет с деньгами был предметом, Экспертного исследования на предмет того, имеются ли какие-то следы геномного характера или поджирового характера господина Булатова. Испортиза показала, что следов от Булатова на этом пакете не имеется. По доводам страны обвинения, как они считают, ему взятку передал господин Карпов. Это заявитель. Якобы за покровительство в продаже этого лекарства от Ромадова. Якобы. Потому что, по мнению защиты, на сегодняшний день это не доказывается вообще. Сумма взятки 4 миллиона? Сумма взятки 4 миллиона. Редакторные записи. Спецмероприятия проводились. Есть неклассные искусственные действия. Всех тонкостей я вообще сказать не могу. Вы уж меня извините. Но, по мнению защиты, достоверно о том, что господин Булатов реально хотел взять взятку и покровительствовать Карпову, в этих материалах, по мнению защиты, не имеется. Ну, ответить на этот вопрос я не могу. Почему я пошел к тому, что данное дело несет довольно-таки заказовый характер? Потому что у данной естественной оперативной группы везде зеленый свет практически. Ни одна жалоба, ни одно податайство защиты просто-напросто не принимается во внимание полностью. Сейчас вот мой коллега расскажет вам о своем подзащитном доверителе. По делу проходит один свидетель. Фамилию его называть не будем. Будем называть его по боку А. Он является свидетелем обвинения. И данный свидетель обвинения, дав показания в управлении собственной безопасности, в последующем пригласил для своей защиты адвоката и дал другие показания. Сейчас мой коллега об этом вам расскажет. Служебная автомашина Булатов была задержана недалеко от дома, где проживает Карпов. На сегодняшний день мой подзащитный Булатов отдача показаний отказывается. Он показаний не дает вообще. И это опять же связано с его состоянием здоровья. На сегодняшний день в этой части позиции пока его неизвестно. Кого я защищаю, он является водителем. На тот момент являлся при задержании водителем Булатова. В июле месяц он действительно обратился за помощью. Узнать, если он расскажет правду, что ему будет. И при этом я ему сказала, ну, как бы кто-либо не угрожает тебе, не заставляет. Почему ты вот хочешь рассказать правду сейчас? Ну, прошло-то все-таки много времени, 6 или 7 месяцев. На что он настойчиво меня отвечал. Никто мне не угрожает, но я хочу очиститься. Совесть у меня. Я хочу, как было, рассказать. Но 4-го числа, ну, 3-го же вечером задержали, где-то 23.00. Его 2 часа до 2 часов ночи держали. И с 2, где-то около 3, его допрашивали. Перед этим, конечно, ему оказывали психологическое давление. Вот ты работаешь, ты не будешь работать. Пойдешь в отдельникам. Ну, и так далее. Это сотрудники, он, конечно, их описывает, но я их ранее как не видел. Скорее всего, это сотрудники, которые приехали с министерства МВД ДСБ. Я написала жалобу, конечно, в областную прокуратуру о повторном допросе. И также по поводу психологических давлений, ну, пытки, я считаю, необходимо зарегистрировать факт в РДР, ну, как возбуждение уголовного дела. Однако мне было отказано. 4-го, да, 4-го августа мне позвонил следователь Доскалиф у избы нашего ЗКО и пригласил устно на допрос на следующий день, 5-го, 3 часа. И мы в 3 уже были в здании, прям поднялись на 5-й этаж, ну, где-то полчаса в другом кабинете посидели, не знаю. В полу-4-го начался допрос. 17 минут, 17 минут 6-го допрос кончился. Дали нам на ознакомление, в это время заходит следователь Бодров, заходит и говорит, мы сейчас будем изымать сотовый телефон. На что, конечно, я возражаю, говорю, мы в статусе свидетеля, какое есть основание, есть ли у вас разрешение санкции суда, покажите, тогда мы предоставим без проблем. На что он начинает там возмущаться, потом со следователем Доскалифа они выходят, обсуждают, Доскалиф не хочет, как я по его поведению понял, что он не хочет делать это следственное действие. Однако Бодров подходит и кидает ему уголовный процессуальный кодекс на стол, даже у вас, типа у вас книги даже нету, кодекса нету. Ну, после этого Доскалиф решил провести следственное действие. Ну, мы, чтобы, как говорится, у нас сейчас практикуются воспрепятствия, как бы это, правосудию, ну, чтобы не говорили, что я мешаю следствию, я сидела ровно 18.01. Я при этом Доскалифу говорю, время 18.01, мы здесь больше трех часов находимся, уже у вас. Кроме того, мы в статусе свидетеля, ну, то, что вы 40 минут ищите понятых, в этом не моя вина. Мой рабочий день кончилось. Говорю и выхожу. У СБ, у них вот четыре, ну, где-то шесть кабинетов, но у них есть коридор, оно блокируется, закрывается. Я выхожу вперед, Доскалиф мне кричит, Абдрахан, не уходите, не уходите, давайте проведем. Я говорю, ну, у меня рабочий день кончился, поймите, говорю, я ждала вас 40 минут. И выхожу. В это время мой подзащитный идет сзади меня. Его задерживает этот следователь, еще один, я не этот, не помню, кто еще второй был. Задерживает его, оставляет и хлоп, дверь на замок. Тут я начинаю звонить. Перед этим я звонила, пока еще сидела в прокуратуру, что есть такое происходит. Однако они друг другу стали одному звонить, другому звонить, приходите, пишите заявление. Вот так отвечали. Как только закрыли, я начала уже звонить и областному, дежурному прокурору, и городскому. Никто не поднимал. Я в течение, не знаю, получаса, по-моему, еле дозвонилась. До городской и до областной. Потом они сказали, сейчас разберемся, сейчас его отпустят, отпустят. Я звоню в 102, тоже об этом говорю, что он незаконный человек, больше трех часов уже держит, не отпускает, давление там оказывает однозначно. Приезжает участковый, уже было время без 10-7. И в это время уже мой подзащитный уже выходит в коридор, и мне показывает протокол личного обыска. То есть провели в присутствии троих еще сотрудников и двоих понятых. То есть шесть человек присутствовало при этом следственном действии. И опять было давление психологическое, потому что когда он вышел, он говорит, вас нету, вас нету. Они мне сказали, что или мы сейчас в спецназ выйдем, или ты сам отдавай. Это Бодров говорит опять. Еще сказали, ты сейчас должен нам говорить пароль от телефона. Если ты сейчас не скажешь, на тебя возбудим уголовное дело. Это их слова были. Продолжение следует...